Всем привет! Сегодня у нас будет видео недельное, такой апдейт по коронавирусу, как тут в Турции, что происходит. Официально министр здравоохранения в Турции на прошедшую неделю заявил, что мы зашли в стадию оплату. И я даже не знаю, как правильно объяснить. С одной стороны, показатели смертности, к сожалению, растут. Буквально на днях это было 125 человек в сутки здесь умирает. Это очень много. С другой стороны, прирост новых заболевших за последние несколько дней уменьшается. То есть пиковая точка была по приросту, начинает уменьшаться. Но, как говорится, этой заразии ни конца, ни края у нас пока что не видно, к сожалению. По поводу дат и чисел карантина. Было заявлено также официально в телевизоре, мы все это слышали о том, что карантин будет продлен до окончания Байрама. Месяц Рамазан, то есть еще один месяц до конца, короче говоря, мая месяца до 24-го, 23-го числа ориентировочно. Я, честно, мое личное предположение, я думаю, что дальше туда тоже сдвигать не буду, потому что сдержать людей будет уже нереально. Экономика в полной попе находится. И так как у нас еще в запасе сейчас полтора месяца, то есть, по сути, получается, как в Китае один в один три месяца у нас будет, в принципе, карантин. Я думаю, что дальше этого срока, конца мая месяца, уже двигаться будет некуда. По поводу, я думаю, все слышали, в интернете это очень активно обсуждали. Я не буду об этом очень так останавливаться и рассказывать подробно, но кто не знал. Был огромный скандал неделю назад. В прошлую пятницу в 10 вечера объявили о том, что с 12 ночи пятницы на субботу и воскресенье объявляется комендантский час. Нельзя выходить из дома вообще, только по экстренным случаям. Это больницы, работали аптеки, больницы и пекарни, так как турки любят покушать хлеб на завтрак. Лично, что у нас было, у нас вообще пришло письмо, кто-то выходил у себя в Бахче. Ну, охранники, знаете, в своих сетах, кто живет, у кого есть сад, Бахче – это сад. У кого-то есть строгие предписания, штрафуют даже в вашем саду. Это зависит от сет, от управления и все-все прочего, от того, какие жители живут. Я говорила ранее, у нас очень культурные люди, у нас таких проблем нет, у нас выходят гулять в сад, мы выходим с ребенком, там на полчасика подышать просто свежим воздухом. И так как у нас очень культурные соседи, все посмотрели в окно, если кто-то там гуляет во дворе, просто ходит, у нас двор не очень большой, то тот человек не выходит. То есть у нас все по очереди друг друга ждут, так принято. У нас не очень много жильцов в доме, у нас три, получается, подъезда небольших, у нас очень много иностранцев, их всех как ветром сдуло, они все разъехались, пока границы еще были открыты. Поэтому остались чистые одни турки, кто здесь постоянно живут, не туристы, ну, кто туристы на лето, у многих квартир здесь купленные, не только они снимают. И они все разъехались, соответственно, нас очень мало, все друг друга, в принципе, там знают, здороваются, кивают, поэтому у нас проблем с этим не бывает, особенно у кого есть дети, у нас есть и пожилые соседи, немножко, кстати, человек 5-10 всего лишь, то есть все уважительно друг к другу относятся, по очереди гуляют, между собой не контактируют, в двор у нас обрабатывается, санитайзеры в подъездах висят. Короче, у нас с этим проблем нет. Но даже у нас было предписание на прошедших выходных во двор не выходить, это запрещено, если вам нужно купить хлеб, что это огромное, в Турции проблема, все любят кушать свежий хлеб, то вы можете позвонить охраннику дома из квартиры, с домофона, сделать заказ, и к 10 утра в воскресенье вам привезут свежий, чисто, короче, хлеб из пекарни доставят, если вам это срочно нужно. Ну, в аптеку, если кому-то надо, и в больницу, то есть как бы без проблем. Полицейские останавливали, спрашивали, что как, и, собственно, если говоришь, у нас пропусков никаких нет, бумажек не нужно оформлять, ты, говоришь, куда-то там едешь, по каким делам, ну и все, короче. Если это, например, мать с ребенком идет по улице, спросит, вы куда, она скажет, я, например, в больницу, полицейские довезут до больницы еще или обратно отвезут, то есть штраф там выдадут сразу. Здесь, как бы, скажем так, штраф выдадут, если ты гулять пошел. Если ты действительно по делам каким-то, ну, например, мать одна, нет у него, муж, например, у нее доктор, он на работе, домой не приходит, бывает, докторы, у которых врачи у нас боятся дома семью развить, они домой не возвращаются, живут на работе сутками. Например, вот она одна с ребенком дома, и пошла, ей срочно нужно в аптеку, ребенку же плохо стало, допустим. Полицейские, если таких встретят на улице, штраф не будут, они довезут до аптеки, еще и домой отправят, то есть как бы это вообще понимающие. Ну, вот этот комендантский час у нас был, люди реально не выходили, потому что стало тепло, погода наладилась, пришла настоящая весенняя погода, всем хотят, хочется выйти погулять. И вот эти, к сожалению, сдерживающие меры по комендантскому часу теперь у нас будут каждую субботу и воскресенье. Мы заранее сейчас покупаем продукты в течение недели, чтобы субботу и воскресенье вообще не выходить из дома в подъезд, ну, короче, вообще нельзя выходить. Я к этому отношусь уже с пониманием, в принципе, понимаю, что если нам месяц сидеть вот так вот по выходным дома, ничего страшного, если это сократит наше пребывание, общая карантина, то я только рада буду. Я готова посидеть, мне хоть целую неделю из дома не выходить, лишь бы все это быстрее закончилось. Так вот, в чем скандал-то был. Скандал был в том, что об этом нам сообщили в 10 вечера и в 12 часов ночи все закрывалось. То есть это маленькие маркеты, бокалы, они называются по-турецки, ну, типа киоски по-русски, ну, это маленькие такие магазинчики частные продуктовые. Они тоже закрывались, вообще, короче, ничего не работало. И как народ ломанулся за эти два часа в очередях стоять, кто за сигаретами, кто за молоком, кто за хлебушком, кто за чем. Какой был, это просто, это эпик фейл, знаете, слово эпик фейл, вот это был эпик фейл правительства в этой ситуации. Все ломанулись, кто в масках, кто без масках, длиннючие очереди. В городе, в Стамбуле, как-то мы более-менее боимся, тут эпицентр, люди боятся более-менее. А в маленьких городах поменьше, народ просто ломанулся. Плюс это психоз общий народа, все уже взвинченные на взводе. И вот, короче, были огромные и драки даже были в этих очередях, просто дурдом. И через день, в воскресенье, министр внутренних дел Турции подал в отставку. Это он об этом объявлял и сказал, что это была моя ошибка, принес извинения и подал в отставку. Типа, я не могу больше работать, раз такое совершилось. На самом деле, когда он делал это объявление, он говорил, что он просто был тем, кто говорил. На самом деле, вы понимаете, кто это все принимал, не он один. Но это такое нашелся козел отпущения в этой ситуации. Так вот, инкубационный средний период до 14 дней, но активно начинают болеть, если кто-то заразился, в течение 5-6-7 дней. И вот как раз неделя прошла, сейчас будет вспышка, прирост новых заболевших, тяжелом состоянии, смертей. На вот эти выходные, понедельник, ближайшие, вот как раз те люди, которые стояли в очереди за вот этими продуктами питания. Это реально тупо было сделано. Слов у меня нет культурных, я вообще-то даже обсуждать не буду. Какая-то была глупость. Но тоже и людей можно понять, они в психозе. С другой стороны, нам всех как бы знают, что надо в запасе держать какие-то продукты питания, и два дня продержаться на бакаронах, там, я не знаю, на Айране, без хлеба как бы можно прожить. У людей просто уже вот это статное чувство, и немножко вот эта паника, и у всех сорвало, короче, крышу. Это было вообще просто нечто. У меня просто нет такой даже культурных слов на эту тему выразиться. Далее, по новостям. Теперь маски для лица не продаются в общественных местах, в аптеках. Одноразовые маски, кстати скажу. Маски, которые не опреновые, тканевые и все прочее, в интернете купить можно, потому что на них нет каких-то поднетов на производство. Можешь сам шить, пожалуйста. Но разовые маски, которые медицинские, которые идут с фабрик, с заводов, теперь не продаются. Нигде, дабы не наживались, не было перекупщиков и всей этой истории, чтобы маски были доступны, потому что у нас есть правило уже две недели в общественные места, в магазины, публичные банки. Вообще, хоть где, кроме улицы, где скопление людей в закрытом пространстве, вы обязаны приходить в маски, иначе не пустят. И чтобы маски были у всех, теперь на Коссайте можно зайти, записать. На каждого члена семьи выдаются 5 масок на 10 дней. Это мало. Но сходить, в принципе, там в магазин несколько раз в неделю, это достаточно, если ты сидишь дома. Если ты работающий человек каждый день выходишь, конечно, на это не рассчитано. Но, тем не менее, хотя бы так. Так, конечно, почта в напряге, карго-доставка в напряге, маски идут очень долго. Мы не заказывали, у нас куплена, слава богу, коробка. Мы делимся. Я была в магазине возле дома, и кассир у нас есть приветливый, мы с ней там общаемся. И она там все, как у вас дела, тролли. Я смотрю, она без маски, и я взяла масок, поломенила ей, положила в пакетик, и отнесла, и сказала, говорю, вам вот мой подарок, и вам, типа, надо, нужнее, чем мне. Я там раз в неделю схожу в магазин, каждый день с клиентами, она была очень рада, чуть ли не плакала. Мне было не жалко, короче, я с ней поделилась. Вот, такая ситуация по маскам. С одной стороны, хорошо, как бы, да, что вот эту вот спекуляцию прекращают, но с другой стороны, на всю страну доставить маски, блин, нереально, это очень долго. Моя знакомая в Стамбуле здесь заказывала, когда это все объявили, ну, и через 3-4 дня доставили, а может, потому что Стамбул. Кто-то мне говорил, подписчики даже писали, что 10 дней ждут. Короче, у кого как, отдаленность и все такое прочее. Еще этот механизм скажет, что так не отработанное, ну, вот такие вот новости. А вчера самая главная новость была, это вообще был для меня шок, я напишу здесь, наверное, название, забыла компонент этой составляющей. Турецкие врачи объявили о том, что они вот месяц работали, и нашли, типа, составляющий элемент лекарства, который может бороться с коронавирусом. Не инъекция, не прививка, а таблетка, которые уже, по сути, как бы созданы, да, они, в общем, нашли, что вот это вот какой-то составляющий элемент химический борется с этим коронавирусом, с вот этими последствиями, именно переходящими в пневмонию. Так что это такая самая свежая информация, которая была буквально вчера вечером сказана, там, так что, если что-то будет дополнение к выпуску этого моего видео, я вам напишу, либо в комментарии прикреплю, что по этой теме сказано. Но, в общем, это была очень позитивная новость, все просто обалдели, и весь вечер там это обсуждалось на телеканалах, в Твиттере, везде все об этом переписывались, что может, скорее бы, не вакцина, а просто таблетки будут давать, что хотя бы, ну, это все, самая главная идея людей, чтобы скорее все это в чертовой матери закончилось, потому что просто люди на взводе. Многим уже надоела эта ситуация, нет, естественно, денег, увеличилось количество грабежей, разбоев всяких, и поэтому уличных таких проблем нету, драка, все прочее, люди не выходят, но домашнее насилие, статистика возросла, и грабежи всяких продуктов в магазинах, что многих возмущает в Турции уже сейчас перестало, вроде бы в телевизоре, но последнюю неделю крутилась такая рекламка, знаете, как у нас собирают посредством СМС средства на благотворительность, также собирают средства на зарплаты, на помощь тем, кто остался без работы из-за коронавируса, короче, как-то скомпенсировать кризис экономический, собирают пожертвования с самих же жителей. У людей просто вверх возмущение, да как вы, черт побери, посмели, доставайте все, расчехляйте свои фонды, резервы и все прочее, мы ничего никому, я не знаю вообще, среди моих знакомых, никто ничего не отправлял, это всех только возмущает, люди очень ругаются, это компенсировать должно государство, а не с людей делать поборы, которые, по сути, мы в одной лодке, и мы также все остались без работы, собственно, с каких вообще скрох мы должны пожертвования эти делать, все в этой ситуации, и у людей просто не было возмущения, это вот неделю-полторы были смс-ки приходили на телефон, рассылки, и вот в телевизоре, когда идет там новость, еще что-то, найти иконочка внизу, вот в номерок отправьте смс-ку, хоть копеечку какую-то там, типа, помоги ближнему, ну все так как бы очень негативно эту информацию восприняли, никто особо не собирается тут пожертвовать, прям вот так вот именно в государство, в казну вот эти деньги вносить, чтобы типа кому-то раздавали, здесь очень активна персональная помощь, рестораны раздают продукты питания людям, соседи помогают друг другу, кто-то там едет в магазин, про соседу привозят продукты каким-то пожилым людям, это все есть, это и пожертвования, и государство, это все вперемешку, и знаменитости жертвуют на это деньги, на конкретную персональную помощь в виде продуктов питания людям, и особенно старикам, или детям, у кого и маленькие дети семьи, кто у кого, например, папа, мама, полицейские, врачи и все прочие, кто вынужден работать, и семье как бы помогают семьям, но вот так вот персонально отправлять деньги в государство, это было крайне негативно воспринято, очень много все это в кулуарах обсуждали, соседи там созванивались, родственники и все прочее, все просто только плевались и говорили, что какого черта, мы еще будем что-то отправлять. Штрафы реальные, буквально вот знакомая в нашем районе, она вышла с тремя детьми, вот подышать воздухом на крыльцо своего дома, у них нет как бы подъезд и все улица, потому что у них нет ни сетей обычный дом, а штрафовали каждый ребенок 100 лир, и она сотку, короче, 400 лир она заплатила и вернулась домой, вот так вот. Так что штрафы действительно здесь штрафуют, это все чистая правда, без особых предупреждений, все все в принципе знают. Но если ты, конечно, вот как я раньше сказала, вышел по нужде, что-то тебе нужно, типа в аптеку или больнице, то тебя туда полицейские отвезут и обратно привезут, то есть с этим, я говорю про Стамбул. Главный вопрос, что у меня спрашивают, туристический сезон, что с полетами, что, блин, девочки, вы мне так задаете вопрос, как будто я, блин, министр туризма в Турции, да, или президент, вообще сижу и решаю, когда полеты открыть, закрыть, что вообще будет, когда открывается туристический сезон. Я вам сейчас дам информацию, самую свежую буквально со вчера, она официальная, но не говорю о том, что это не изменится. Имейте просто в виду эту информацию, но понимаете, что она может измениться. Я не истинна в последней станции, потому что они сами здесь ничего не знают толком. Это лишь предположение, и все. Это не железно, как сказали, так и будет. Но Turkish Airlines планируют открыть внутренние полеты в стране где-то по окончанию апреля месяца, к первым числам мая. Но внутри страны не курортные зоны, а просто сообщение межгородское, там, например, из Стамбула в Анталью полететь, и всякое-всякое разное. 20 мая планируют открыть международные перелеты. Это как раз окончание, как думается, сейчас 24-е, конец, вот к Байраму, к окончанию Рамазана месяца, тогда будет, скорее всего, возобновлено вот это сообщение. Посмотрят, как ситуация, и, скорее всего, только в июне, после этого, может, недели две, будет открываться, как-то начинать потихоньку, этот карантин не сразу снять, а постепенно, что и будет возвращаться к жизни водиться, может быть, откроет туристический сезон. Но так и к Байраму, все привыкли отдыхать, все ломанутся на отпуск в Турции, поэтому я думаю, что туристический сезон внутренний в стране, он начнется с 1 июня, скорее всего. Никто особо там что ждать не будет. Байрам, потому что все высиделись, тут уже такая ситуация, всем уже наплевать на карантин, все ждут из последнего, стиснув зубы. И все только ждут, когда откроется граница, куда первым рвануть или куда в какой-то город уехать, чтобы просто сменить моральную обстановку. Так что официальных дат открытия туристического сезона в Турции на данный момент нет, но турецкие авиалинии планируют открыть международные перелеты в 20-х числах мая. Как оно будет, ничего неизвестно. Такая вот обтекаемая информация. Могут это все передвинуть. Все будет зависеть от ситуации, от того, как сейчас будет работать карантин, вот эта таблетка, неизвестно, помогать, не помогать, как вообще вот эта статистика, короче, зараженных и умерших будет сейчас в Турции. Но так как это целых полтора месяца в запасе, честно скажу, мне кажется, это очень реальные даты, скорее всего, к этому и все и будет идти, потому что, как вот в Китае 3 месяца был карантин, то есть дальше уже экономика просто крякнет, у всех уже начнут выпускать, много кто переболел, короче, тут уже дальше тянуть просто некуда будет. Так что, кто в России на карантине, ребята, отсчитывайте с первого дня ваших карантин, 3 месяца конкретно, не раньше, однозначно все это фигня, это все закончится. Имейте в виду, девочки. Кто надеется, скоро выйти, не факт. И напишите в комментариях, нужно ли для вас снять видео отдельно о том, как турки проводят карантин. Я так поняла, что не все догадываются, думают, что они какие-то, как роботы мы все сидим дома, про нарушения, и как люди дома справляют время. Я вам отдельно могу видео рассказать. Если что, пишите в комментариях. Спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, задавайте здесь под видео. Буду на них стараться отвечать. Я все это читаю. Мне очень приятно ваша активность. Спасибо. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok